Китайский рынок Китайский рынок требует больше казуальности. Разработчики хотя хотели сделать что-то наверное более интересное. И поскольку сейчас игра закрылась в Китае, в Тайване ищется новый локализатор, то соответственно разработчики приняли решение, можно сказать, воплотить свои желания и мечты этой игры у нас в локализации и соответственно ее немного поменять. Как только я узнал об этом, я был против и почти сразу же сделал видео, потому что у нас уже были примеры, например и Карус, которые тоже хотели сделать более хардкорными, да и в целом другие локализации игр, которые делались под наш регион, не такие уж были хорошие. То есть наши игроки не любят тот хардкор, который предлагают разработчики. И поэтому, наверное, все ожидали, что же вообще предложат нам разработчики Kingdom Underfire 2, чтобы нам это понравилось. И вот спустя полтора месяца появилась первая информация и, кратко если говорить, пока все очень положительно. Хотя у меня остается вопрос. Вот изменения в основном касаются числовых показателей. То есть вместо там трех теперь стало пять, чего-то не было, добавили, но в основном это очень быстро меняется. Почему это делали полтора месяца и зачем было вообще откладывать ОБТ? Ведь это же можно было сделать в процессе. Ну ладно, давайте по порядку разберем, что поменяли, что мне нравится, что мне не нравится. Начнем с общих патчноутов. Изменение размера шрифта. Он увеличился. Ну, здесь у каждого кому-то удобно, кому-то неудобно. Ладно, пропускаем следующий момент. Бонус линии обороны снижен с 99% до 35%. Вот этот показатель вообще непонятен, зачем это сделали. 35% чтобы быстрее сносить. В общем, те, кто играли в Kingdom Underfire 2 и участвовали в арене 4х4, понимают, что это полный бред, что теперь вот эти все стены будут рушиться просто моментально. Они, в принципе, очень быстро разламывались, особо если у вас были агро-отряды, то теперь они просто будут умирать от простых героев. Причина изменения сделана для увеличения динамики боев на арене. Мне кажется, проблема не в тех отрядах, которые мы бьем. В принципе, когда вы становитесь хайлевелом с хорошим отрядом, динамика и так очень большая. Так что, я думаю, надо что-то менять с самой ареной. Может быть, какие-то фазы добавлять. Я думаю, тогда будет поинтереснее. Ребаланс отрядов пока неизвестно, как они делают ребалансы, но в каждой игре постоянно идут балансировки, поэтому кто-то становится сильнее, кто-то слабее. Думаю, это и так должно присутствовать в играх и постоянно что-то корректироваться. Снятие ограничения на специальные войска, наверное, пока пропускаем. Изменения поведения монстров в полях. И монстров стал более агрессивным. Подробнее о конкретных изменениях можно будет узнать в отдельном посте. Ну, возможно, они расширили зону агро. Возможно, теперь они не будут привязаны так близко к своему месту. И можно будет парики собирать. Непонятно, зачем это сделано. Точнее, это как раз понятно, зачем это сделано. Но непонятно, зачем делать их более агрессивными. Они и так, в принципе, постоянно кидались на игроков. Для прокачки отрядов требуется меньше камней фракции, камней отряда. Здесь вроде бы упрощение для игроков, хотя непонятно, может быть, будет сложность получения этих самых камней. Поэтому их теперь стало просто сложнее добывать. Система крафта была перенесена от персонажа к специальным NPC. Крафт NPC происходит мгновенно. Ну, скорее всего, мы будем здесь прокачивать также уровень крафта. Но NPC будет делать это все моментально. То есть можно будет крафтить только, соответственно, в городе. Чтобы, наверное, не крафтили банки прямо на арене. Может быть, в подземельях не крафтили. Но, наверное, сделаны именно для этого. Здесь мы разобрались. Теперь более подробно про изменения наград. Список довольно большой, поэтому лучше сами почитайте. А я просто вкратце скажу, что теперь те вещи, которые можно было получить только выиграв в карты, теперь получаются, точнее, покупаются за определенную валюту, которую вы получаете, участвуя в различных игровых событиях. Если еще проще говорить, то разработчики нас мотивируют, чтобы мы ходили в определенные подземелья, потому что там появился новый дроп. Или участвовали, например, в различных событиях, там, аренах или битвах, альянсах. Потому что за валюту, которую получаем за участие, можно будет купить предметы, которые раньше или до сих пор покупаются за сапфиры, за донат валюты. В ближайшие дни появится информация по ребалансу отрядов, также по крафту. Но в любом случае это на самом деле не важно. Потому что если в общих патч-ноутах написано все, что будет на данный момент меняться, то в целом просто уже больше ничего не будет меняться. То есть кроме небольшой мотивации заходить в какие-то подземелья или арены, ничего добавлено такого глобального не будет. И именно это главное. То, что не будет второй системы экипировки и каруса, которая меняет полностью и портит игру. И в целом игра останется такой, которой она является сейчас. То есть те игроки, которым нравится или нравился Куб 2, они останутся, они будут в нее играть, получать от нее удовольствие. Те, кому не по душе этот жанр, соответственно, не будут в нее играть и все останутся при своих. На этом я, наверное, заканчиваю видео. Все вроде бы важное сказал. Если что-то упустил, обязательно напишите комментарии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.